Всем привет! И сегодня у нас на обзоре SD-карта для профессионалов от компании SanDisk из серии Extreme Pro на 128 гигабайт. Карта была куплена на сайте Алиэкспресс, поэтому поставляется в упаковке с китайскими иероглифами. Себе я заказал сразу две карты, так как даже объемов 128 гигабайт при записи видео в 4К не всегда хватает на целый день съемок. Почему я выбираю карты SanDisk? В моем арсенале имеются несколько карт разных производителей. Помимо SanDisk это и Sony, и Kingston, Transcend, китайская карта Netac, а также мое последнее приобретение Samsung Evo Plus на 128 гигабайт. Из всех вышеперечисленных карт я больше всего доволен как по скорости, так и по надежности картой SanDisk Extreme на 32 гигабайта. Карта обладает не только высокой скоростью, но также ни разу меня не подводила. Что касается карты Samsung Evo Plus, то она обладает прекрасной скоростью и низкой ценой, но в плане надежности карта оставляет желать лучшего. Возможно мне попалась бракованная карта, но все же, иногда при фотографировании фотоаппарат полностью зависает в процессе сохранения фотографии на карту. Помогает только вытаскивание батарейки фотоаппарата для перезагрузки. Та же ситуация с картридером при работе с картой памяти на компьютере. Компьютер в процессе работы с картой иногда просто перестает видеть карту. Помогает все та же перезагрузка. И вот после этого опыта для себя я решил купить максимально надежную топовую карту от SanDisk. Ведь потеря контента будет стоить намного дороже переплаченных за карту денег. Ну а теперь после долгого вступления приступим к обзору. Рассмотрим упаковку. Она сильно помялась при доставке. И непонятно, кто в этом виноват. То ли китайцы, то ли почта России. Итак, на передней стороне имеется следующая информация. Объем карты 128 ГБ. Максимальная скорость до 170 МБ в секунду. Подходит для 4К видео. Карта имеет Ultra High Speed 1 интерфейс 3 класса. На обратной стороне куча китайских иероглифов. В правом углу сообщается, что в комплекте с картой идет программное обеспечение для восстановления данных. Rescue Pro Deluxe. С лицензией на 2 года. На боковых сторонах дублируется информация UHS-1 интерфейс 128 ГБ объем карты. Сверху и снизу ничего нет. Откроем коробку и посмотрим, что лежит внутри. Внутри имеется сама карта, а также серийный номер для программы восстановления данных. Вот так выглядит карта. Пластиковый бокс, идущий в комплекте, будет удобен при транспортировке, а также хранении карты. На обратной стороне имеется надпись. Сделано в Китае. Проверим скоростные характеристики карты с помощью встроенного в монитор ASUS PRO ART 279Q USB 3.0 карт-ридера. Тестировать будем в программе CrystalDiskMark 7-й версии. Итак, карта SanDisk Extreme Pro на 128 ГБ показала следующие результаты. Максимальная скорость чтения 93 МБ в секунду. Максимальная скорость записи 83 МБ в секунду. Минимальная скорость чтения 8 МБ в секунду. И минимальная скорость записи 3 МБ в секунду. Теперь скопируем файл в 1,5 ГБ с карты на SSD диск компьютера. И обратно. В среднем скорость копирования с карты на компьютер составила 87 МБ в секунду. А средняя скорость копирования с SSD диска компьютера на карту – 78 МБ в секунду. По результатам теста мы видим, что карта демонстрирует впечатляющую скорость, как на чтение, так и на запись. Хочется отметить, что карта является топовой в линейке карт SanDisk с интерфейсом Ultra High Speed первого поколения. Исходя из этого, карта является и самой дорогой в своей линейке. За эти деньги мы получаем топовую карту, как в плане надежности, так и в плане скорости. Плюс, если что-то случится с данными, то с помощью фирменного софта для восстановления мы сможем восстановить потерянную информацию. Хочу от себя добавить, что в линейке SanDisk имеется также карта SanDisk Extreme, которая служит мне верой и правдой уже несколько лет. И я ей очень доволен. По характеристикам, карта лишь немного уступает картам серии Extreme Pro в скорости. А стоимость ее на треть дешевле. При этом мы также получаем ключ к программе восстановления данных. Но не на два года, как в случае Extreme Pro, а всего на один год. Вот результаты теста карты серии Extreme. Максимальная скорость чтения 93 МБ в секунду. Максимальная скорость записи 67 МБ в секунду. Минимальная скорость чтения 9 МБ в секунду. И минимальная скорость записи 3 МБ в секунду. В среднем скорость копирования с карты на компьютер составила 87 МБ в секунду. А средняя скорость копирования с SSD диска компьютера на карту 60 МБ в секунду. Исходя из выше приведенных тестов и личного опыта, для себя я сделал следующий вывод. Для 99% задач, если вы не стремитесь покупать все самое топовое, подойдут карты серии Extreme. В этом случае мы получаем почти топовую скорость, надежность, судя по сайту производителя. И что немаловажно, меньшую аж на целую треть стоимость карты. Какую карту выбрать именно вам, решайте сами. А на этом я буду заканчивать свой обзор SD-карты от компании SanDisk. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!